Витамин С, польза лимона и как растворить камни в почках. Явные признаки дефицита витамина С. Вы услышите самые важные данные о витамине С, которые необходимо знать каждому человеку, кому дорого его здоровье. Такой важной и при этом емкой и краткой информации вы еще не слышали. Дефицит витамина С это очень распространенная проблема в наши дни. Более того, у большинства людей есть так называемый скрытый дефицит витамина С, то есть пока не явный. Дефицит витамина С развивается не сразу, а проявления дефицита начинаются примерно через месяц после начала получения дневных доз меньше норм потребления. Но эти проявления дефицита витамина С вполне очевидны и вот основные из них. Во-первых, это красные пятнышки по бокам языка, пупырушки на языке, волдыри и язвочки. И во-вторых, на ногах появляются красно-фиолетовые точки, синяки, то есть микрокровозлияния, а раны и ушибы заживают очень долго и остаются видимыми. Отчего же так происходит? А дело в том, что одна из функций витамина С это его участие в образовании коллагена и соединительной ткани. Кровеносные же сосуды окружены соединительной тканью. Они и есть по сути соединительная ткань. При недостатке витамина С сосуды повреждаются и плохо заживают. При этом могут быть не только пятна на ногах, синяки и кровоподтеки, но и красные и даже кровоточащие десны. Симптомов дефицита витамина С много. О них я говорил в своем видео с названием «Витамин С и мышцы». И скажу вам скоро еще о некоторых. Но не стоит их ждать. А если они есть, то нужно не только с симптомами бороться, но и с причинами. То есть необходимо устранить дефицит витамина С и не допускать его вновь. Мешает усвоению витамина С высокий сахар в крови и состояние, возникающее при его систематическом потреблении и повышенном уровне инсулинорезистентности. Смотрите мое видео о нем непременно. То есть, если вы получаете с пищи витамина С достаточно, свыше 200 мг в сутки и более, то при потреблении с пищи сахара и всего сладкого на вкус, при состоянии инсулинорезистентности, может быть дефицит витамина С. Имейте в виду и то, что при простудных и инфекционных заболеваниях, а также при различных пневмониях, обязательно следует принимать от 1 грамма витамина С в сутки. Но только натурального, в органическом виде, не синтетического. Но, конечно же, лучше профилактика. А дозировки для профилактики я назову чуть далее. Купить же натуральный витамин С вы можете, пройдя по ссылке под этим видео, которое вы сейчас смотрите. При любых болезнях потребность витамина С всегда возрастает из-за его важных антиоксидантных свойств. Совсем недавно я снимал видео о том, как витамин С участвует в наборе и, главное, сохранении мышечной массы при ее естественной потере с возрастом. А это предельно важно знать каждому. Там я перечислил несколько его важных свойств. Кратко. А подробно про недавнее научное открытие по воздействию его на мышцы. Это видео будет доступно по ссылке под этим видео. Непременно потом посмотрите. Да, витамин С очень сильный антиоксидант. То есть вещество, которое борется со свободными радикалами, которые образуются у каждого человека по разным причинам и в разном количестве. Но все они однозначно повреждают наши клетки, наши ДНК. Помимо прямой защиты, витамин С помогает нашей иммунной системе производить антитела, то есть защитные клетки нашего организма. Это лейкоциты, нитрофилы, БТ и Т клетки и прочие иммунные клетки, борющиеся с инфекциями и иными белками, антигенами, то есть чужеродными белками, попавшими к нам в организм и вызывающими иммунный ответ. И приводящим к разным болезням, в том числе аутоиммунного характера. Витамин С также повышает уровень интерферона, а это наш важный гормон для борьбы с инфекциями. Но сейчас о том, как получить дневную норму и какова же она. Официальная суточная норма в разных странах принята от 90 до 120 миллиграмм. Но на самом же деле желательно потреблять более 500, если вы, конечно, хотите хорошую иммунную защиту организма. Лаймус Полинг, о чем я говорил в прошлом своем видео, считал, что минимальное потребление должно быть от 1 грамма и выше. Только его ошибка была в том, что он не видел разницы между натуральным органическим витамином С и его синтетическим якобы аналогом. Не принимайте никогда оскорбинки. Никаких химически созданных витаминов не пейте, они опаснее антибиотиков. Лимонный сок. Итак, польза лимонного сока идет по двум направлениям. Во-первых, из-за лимонной кислоты. Она связывает оксалаты и уменьшает связи оксалатов с кальцием, которые при определенных обстоятельствах приводят к образованию камней в почках. А в результате приема лимонного сока снижается риск образования камней в почках и подагры. Но все же посмотрите мое видео о камнях в почках, о их растворении. И если захотите, мое видео о том, как растворить камни в желчном пузыре. Я же рекомендую принимать комплексные меры. Так вот, помимо этого, в лимонных относительно много витамина С. Скажем, в двух лимонных среднего размера содержится дневная официальная норма. Также важно знать, что несмотря на то, что лимонный сок на вкус кислый, так как содержит лимонную кислоту, и витамин С, но в организме он действует как щелочь, поскольку кислоты эти органические. Про то, как же это происходит, я объяснял в своих старых видео, например, в видео про мнение Жданова про закисление организма по друзьям. Процесс этот я там описывал. Правда, щелочные свойства лимона проявляются не сразу, а примерно через 40-50 минут после потребления. Итак, цитраты из лимона растворяют камни и не дают появляться новым при регулярном потреблении лимонного сока. Пейте его до еды, в разведенном с чуть теплой водой виде. Можете пить не просто яблочный уксус, как я говорил в лекции про кислотно-щелочной баланс, и в своей лекции другой про яблочный уксус, а с добавлением лимонного сока одного лимона. Оба эффекта и от яблочного уксуса, и от лимонного сока только усилятся. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Я напомню для старых зрителей канала и новым советую послушать. Когда-то, ну года два подряд, мы продавали уникальный водорастворимый концентрированный органический витамин С производства одной компании польской, которой сейчас на российском рынке нет. Этот витамин С закончился, но хочу вас обрадовать. У нас появился витамин С гораздо лучше. И вот почему. Он также абсолютно естественно натуральный, несинтетический. В малом объеме его высокая концентрация, больше не нужно вот эти литровые бутылки хранить в холодильниках, переносить. Не всем нравилось и потреблять довольно-таки кислый продукт, хотя и натуральный. Ну а теперь знакомьтесь, липосомальная форма витамина С. Я напомню, что такое липосомальная форма, что само по себе является научно-техническим прорывом. И кстати, принятие липосомальной формы витамина С не приводит к газообразованию, раздражениям желудка, поскольку это все-таки кислоты, и у некоторых людей были такие реакции, или диареи, даже при очень высоких дозировках. Так вот, дорогие друзья, слушайте внимательно, что такое липосомальная форма донесения, ну то есть транспортировка витаминов и других нутриентов до каждой клетки организма. Липосома это такая полая сферическая наночастица, внутри которой заключено активное вещество, ну например, какой-то витамин, минерал, в данном случае витамин С. Липосомы работают как нано-капсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения, как вы понимаете, попадая в желудочный сок с его кислотой и ферментом пепсином, а далее попадая в 12-перстную кишку, уже с другой паш-средой и другими ферментами, часть питательных веществ разрушается, так вот, липосомальная оболочка защищает от разрушения любые питательные ингредиенты. Эти липосомы доставляют активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания, а оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека, она состоит из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка на печень и почки. Историческая справка впервые липосомы описал английский исследователь Алик Бенхэм в 1965 году. А вот механизм действия липосомального витамина. Кратко, три этапа. Первый. Активное вещество заключают в липосомальную оболочку из двойного слоя фосфолипидов. Единственное такое производство находится в России, аналогов ему в мире нет. Сырье берется самое качественное швейцарское, органическое. Второй этап. Липосома, сливаясь с клеточной мембраной, высвобождает активное вещество, в данном случае витамин С. И третий этап. Активное вещество попадает в клетку и усваивается органеллами в полной концентрации без потерь. Но более того, при этом происходит еще другой, второй, положительный процесс. Фосфолипиды из липосом никуда не деваются в пустую. Они встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клеток, восстанавливая ее защитные функции. И, безусловно, можно сказать прямо, честно, открыто, как есть, аналогов такому витамину С нету нигде в мире. Скажу сразу, что есть в липосомальной форме и другие витамины и минералы. Например, витамин Д3, витамин К2, это минерал цинк, это антиоксидант астексантин, и это уникальное вещество Куэнзим Ку-10. Я очень вам советую посмотреть мои видео про эти витамины и минералы, которые я вам сейчас назвал. В любом случае, ссылки под этим видео на них, как приобрести, и ссылки посмотреть видео про них я вам оставил. Приобрести витамин С липосомальный, а также другие липосомальные нутриенты вы сможете, пройдя по ссылкам прямо под этим видео. Отправляем мы их в любые города России и страны мира. А в каких продуктах много витамина С? Я расскажу через несколько секунд, и выбор будет за вами. Кому как удобнее и проще, доступнее, так его и применяйте, потребляйте. Внимание! Помните, что термообработка разрушает витамин С. Витамин С абсолютно не держит тепловых воздействий. Напоминаю, что с сахаром сладкими любыми продуктами и напитками категорически не ешьте, не пейте витамин С. Ну а где же много витамина С? В каких продуктах он содержится? Что стоит есть? Во-первых, лимоны, лаймы и другие цитрусовые. Но из апельсинов, мандаринов и сладких цитрусов вы почти его не получите из-за сахаров в них находящихся. Так как формула витамина С и сахаров почти идентична, и тогда организм перерабатывает витамин С как глюкозу. И пользы от него как от антиоксиданта просто не будет. Больше всего витамина С находится в квашеной капусте. Смотрите непременно вот это мое очень важное видео про квашеную капусту. Всего в 150 граммах квашеной капусты содержится в среднем 750 миллиграмм витамина С. 200 грамм квашеной капусты вот вам 1 грамм витамина С натурального органического. Также в 150 граммах квашеной капусты содержится еще дневная норма витамина К2, даже чуть больше. Много витамина С и в листовой зелени, тем более в дикоросах, особенно в кислой на вкус зелени, во многих крестоцветных это различные виды капуст. Брокколи, кальраби и так далее. Много его в проростках, особенно в проростках брокколи. Посмотрите вот это мое видео непременно. Еще раз, синтетический витамин С никогда не принимайте. Это не одно и то же с натуральными по свойствам. Ну и напоследок скажу, каковы же еще симптомы дефицита витамина С. Они и прямые, и косвенные, но в совокупности явно указывают на данную проблему. Итак, во-первых, это утомляемость, слабость, постоянная усталость. Второе, кровь при чистке зубов это и дефицит витамина С, но может быть и дефицит витамина К1. В зелени много витамина К1, тем самым, что называется, двух зайцев. В-третьих, ноющая боль в руках и ногах, болят кости, как бы ломят, ноют. Но это может быть еще и дефицит витамина Д3. Про витамин Д3 посмотрите непременно мое вот это видео и про связь витамина Д3 с витаминами К1 и К2. В-четвертых, синяки и иные сосудистые проблемы, красные и фиолетовые пятна, особенно в нижних конечностях, долго заживающие ушибы. В-пятых, могут начать шататься зубы в деснах из-за сильного недостатка коллагена. Помните про связь витамина С и образование коллагена. Ну, а цинга это крайняя степень дефицита витамина С. Ну, вот, пожалуй и все. Еще раз рекомендую вам посмотреть мое видео про витамин С и мышцы. Хотя и все те видео, о которых я в этом видео вам не просто так говорил и рекомендовал. Я рекомендую потом второй раз переслушать данную запись и законспектировать эту информацию. Ну, а теперь досмотрите еще две минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте надгард.ру не покупал и те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгард.ру Посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.